МИХЕЕВСКИЙ КАМБИНАТ Важных инвестиционных проектов Южного Урала за последние десятилетия. Общий объем вложенных средств составил 26 миллиардов рублей. Большая часть этих денег уже освоена. Первую медь здесь планируют получить уже в сентябре. Содержание меди здесь не очень высокое. Такие богатые месторождения с содержанием 1-2% меди, их практически в мире нет. Но здесь уже считается тоже большое содержание меди. Здесь примерно 0,4. Так что будет хороший, один из крупнейших горно-обогатительных комбинатов страны. Сейчас мы производим доразведку всего района. Поблизости к этому основному месторождению в радиусе 10 километров нашли еще небольшие месторождения. Но комбинат будет тот же обслуживать. К Михеевскому месторождению инвесторы подступались давно. Его разработка стала возможной благодаря суперсовременным технологиям, уникальным в масштабах страны. Комбинат обеспечит сырьем сразу несколько предприятий русской медной компании. Все они расположены на территории Челябинской области. Мы получим медный концентрат, содержание меди 22%. То есть загрузим Карабашский завод, загрузим Кыштымский завод. Получим медную катанку. Катанка у нас идет в электротехническую продукцию. То есть уже в народное хозяйство. Здесь же будет построена новая электростанция и завод по обжигу извести. Вместе с сопутствующими производствами будет создано около 2000 новых рабочих мест. А ежегодные налоговые отчисления в областной бюджет составят 28 миллиардов рублей. И это не единственный проект, который русская медная компания готова реализовать на Южном Урале. Проектирование полностью заканчивается. Оборудование заказано на второй, более крупный горнообогатительный комбинат медный. Томинское месторождение. Это недалеко от Коркинского разреза, близко к городу Челябинск. Сосновский район там. Значит, строители, скорее всего, в конце года выйдут уже на работы на том объекте. Ну, может быть, в начале следующего года. Проект освоения Томинского месторождения еще более масштабный. На полную мощность его планируют вывести к 2015 году. Горнодобывающая отрасль для новой экономики Южного Урала способна стать одной из главных точек роста. Важно, что она обеспечит стабильную долговременную прибыль. Цветные металлы на мировом рынке пользуются высоким спросом. А разрабатывать, например, Михеевский карьер можно будет не менее четверти века.